ну система образования в америке это во первых это ну полный нарциссизм чтобы ты не делал это все хорошо то есть в основном старших классах это чтобы люди не слонялись по улице и много нужно сидеть вот так вот если они на улице значит они могут что-то там нехорошее творить и ты будешь за них типа отвечать виноват виноват всегда белый учитель прав всегда темнокожий афроамериканский или латинский студент не важно что он делает ты у тебя то есть у тебя против него нет ничего потому что если он даже совершил правонарушение какое-то новое но там послал тебя на три буквы еще ты будешь все равно виноват если ты будешь об этом заявлять это не имеет никакого смысла даже в этом говорить администрации потому что администрация зашубанная они очень боятся то что придут родители позвонят в какую-нибудь ассоциацию цветных цветных жителей national association of color people и все и тебя просто задавит за конец то есть конец одно слово сказал не то не так посмотрел вот это все а само образование ну что говорить основа краеугольным камнем здесь является так называемый self и steam вот это вот концепция была здесь внедрялась с конца 80-х годов практически что это такое это это сама завышенная самооценка завышенная самооценка и вот это вот продукты то что люди считают что они уже что чего-то заслуживают уже без того пальцем о пальцем не ударив например вот человек например получает работу вот из этого поколения self и steam он считает что ему два каждые два года там должно должны ему давать повышение повышение то есть независимость того заслуживает он того не заслуживает и вот эту вот вот система нарцисс нарциссизма она она здесь просто ну раздута до неимоверных пределов вот последний случай ко мне пришли прислал мне лига мне не хватало двух человек хоккейную команду мне прислали двух оба из них написали что у них уровень средний и выше среднего люди которые но элементарно они находятся но на элементарном уровне играть они с нами в принципе не могут то есть вот так люди себя ценят очень высоко на самом деле ничего из себя не представляя и вот это вот здесь на каждом шагу а сейчас я вот буквально только сегодня статью прочитал что вот этот нарциссизм он как раз получает большое распространение связи с инстаграмм вот это вот все вот эти сэлфи с вот это то есть это высосано из пальца как бы завышенная самооценка а что такое самооценка самооценка это self-esteem он вот как говорил максим исповедник такой отец монахов который жил там в египте северной африке он говорил что self-esteem begets pride то есть самооценка рождает гордость а что такое гордость гордость это главный порог это мать всех пороков гордость вот и все а когда это ставится как бы в углу угла и вся вся политика от этого но это уже значит но это строить свой дом на каком-то полуразрушенным к или ставить ставить свой дом на гнилых своих и вот это все это конечно жутко жутко здесь жуткие пропорции принимает и связи с этим печально это одна из причин почему я не хочу ни в какой системе образования работать конечно в частных школах здесь это как бы меньше себя выражает но тоже она присутствует потому что вот это вот вся философия она была она продвигается определенными вот кругами примерно где-то с начала 80-х годов но сейчас она получила вот этот вот как бы свое воплощение уже об суд до уровня абсурда скажем что просто думаешь и думаешь и просто диву диву даешься как так может быть на вот так вот так вот может быть и все что людям людям значит они может быть себя ощущают хорошо это связано совсем это связано очень его со многом в том что вот например идет очень много стрельбы он вчера опять где-то стреляли в калифорнии до этого стреляя но нужно же думать о том что оружие например в 50-х годах в америке было ничуть не меньше чем сейчас тогда же таких вещей никаких особо не происходило стрельбы так и не происходило значит надо думать что проблема не в оружии и не в его наличии а проблема в том как у людей изменился менталитет куда их направляют вот эти вот понимаете все вот эти вот вещи которых я вам только что сказал self-esteem то есть человек внушается вот с детских лет что он суперзвезда вот он сидит в первом классе там его старт а какой старт ты ничего не сделал это не там делают какие-то знают из первых рук вот два проекта сделали у одного какая-то ерунда который ничего не потратил на этот проект пять минут на второй два часа потратил и старался а учитель ему говорит и у тебя и у тебя классные у тебя ну как так бывает так не бывает жизни как не может быть ну и вот итак под это все продолжается что и ты чемпионы ты чемпион и все а потом человека когда вот он идет прессе молодой вот там приз команда проиграла тоже при за участие за какое участие но проиграла конечно там маленьком возрасте для человек обучается определенным навыкам, это не важно. Но лет уже там с 9-ти, с 10-ти, это важно, потому что люди-то, хоть ты говоришь ему, что он чемпион, но он же в глубине души понимает, что он не чемпион, понимаешь? Дураков же нет. Ну, они есть, но их не так много. Но все равно вот эта вот иллюзия, человек начинает жить в рамках вот этой иллюзии. И потом, бам, школа его выкидывает, институт его, колледж выбрасывает. И он приходит нормально вот ко мне на работу, например, или еще куда-то. И говорит, я чемпион. Я говорю, а какой ты чемпион? Что ты сделал? Ты мне покажи, что ты сделал. Вот и все. И начинается. И вот человек остается один на один вот с этим вот самораздутым образом, который у него существует в голове о самом себе. А на выходе ноль, ничего нет. Окей. Нужен Геофренд, значит, у меня Геофренд должен быть, как я вижу, на телевидении там что-то или еще что-то. А нету ничего, понимаешь? И начинается, начинается, возникает вот эта злость на мир. Но я вкратце говорю, это гораздо сложнее, чем это. Я просто пытаюсь это в нескольких словах выразить. И получается, что вот эта вот Ницшанская концепция «иди и возьми», потому что ты сильный, понимаешь? «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Вот я право имею с детства, понимаешь? «Отойди и возьми». А брать-то нечего и негде, и не дает никто. Вот этот человек в отчаянии начинает брать оружие и начинает идти пулять, потому что у него просто, ну, ступор начинается. Как же так? Мне с детства там внушали, что я суперзвезда, а тут мне 30 лет, 35 там или сколько. У всех по-разному это зависит от инфантильности. А на выходе ноль, понимаешь? Ничего нет. Вот и все. И начинается вот это вот. «О, я сейчас пойду там и докажу миру, что мир не прав». А какой самый простой доказатель? Вот вынуть пистолет какой-то и кого-то там привлечь себе внимание. Вот и все. Но на самом деле это ужасно. С этим бороться. Бороться это просто с этим невозможно, потому что вот эта вот тенденция дегуманизации и вот это вот расчеловечивание примитивного какого-то мышления, она здесь просто, ну, все, ну, все. Конец, конец. Больше ничего. Ну, это невозможно. Это невозможно просто на это смотреть. Поэтому лучше на это не смотреть. Поэтому, как я говорю, доверять можно только двумищам. Это своей левой руке и своей правой руке. Эти руки, они, как бы, если они знают, что ты ими делаешь каждый день на протяжении 20 лет, они тебя не обманут. И я не говорю даже доверять своей голове, потому что с головой тут опять серьезный механизм начинается. Гордость, там, еще что-то. И вот это начинает тебя искушать уже, вот эти все демоны. Они есть у всех, эти демоны. А это подведет. А вот руки, они никогда не подведут. Рука мастера, она не подведет. Вот возьми что-то, раз, вот ты делаешь это рукой, там, и сделаешь 60 повторений, биомеханическая память их заполнила, и ты можешь закрыть глаза и что-то сделать этой рукой, и все будет, все будет тип-топ. Понимаешь? Такая вот жизнь, вот такая у меня философия.